Анатолий Иванович Желудко – участник многочисленных областных, республиканских и зарубежных художественных выставок, а также пленеров, посвященных знаменитым людям Брещины, Наполеону Орде, Константину Лыщинскому, Афанасию Филипповичу. Художник работает в области станковой живописи и акварели в жанре пейзажей и натюрморта. В настоящее время Анатолий Желудко пишет живописные картины и занимается росписью храмов, написанием икон. Он делает большое дело, которое, несомненно, находит отклик в душах зрителей и коллег. Он уважаем и любим в творческих кругах. Анатолий Иванович Желудко – это давний-давний сябр, давний-давний мой друг. Такой тихий нерв белорусского полессия. Неброский, он сам по себе стиплый человек, с таким мягким характером. Мы где-то к земляке, я с Драгического, он с Березовского района. Так что это стоит посмотреть, это, так сказать, надо чувствовать его живопись. Здесь тихая, неброская такая, как и природа наша. Ну, бывает и яркое солнце, бывает, так сказать, и прекрасные вечера. Так что здесь все отражено. Он увлекается, так сказать, посвятил свою жизнь, свою побыту, своей белорусской культуре, создал в своей деревне музей. Так что всего надо брать пример. Это настоящий патриот своего края. Анатолий Желудко – человек большой души, большой энергии, а главное – человек с неимоверной любовью к родному краю. Он посвятил себя, его воспеванию и сохранению. Он пишет так, как видит ее сейчас и как хотел бы, чтобы ее увидели потомки. Тут столько памятников, такая история напутанная и интересная, что все это надо открывать и показывать. И может, когда-то полезь, и она же станет туристической меккой. Потому что вот такая идея – привлечь сюда мировое общество. Потому что это европейская Амазония, это чудо, на которой земли мы тут живем. Только надо его открыть и показать людям. Ну и даже хоть я в картинах где-то и словом стараюсь это показать. Что люди храните это, что вам дано Богом этот клочок земли. Славьте его и привлекайте, пускай другие смотрят. Долгие годы Анатолий Желудко работает над своим детищем – уникальным этнографическим музеем народной архитектуры и быта людей Западного Полесья под открытым небом в своих родных соболях. Я езжу по Полесью, все это разыскиваю, зарисовываю и материальную культуру. И поэтому, как бы в тандеме, может быть, со временем будет интереснейший объект в Наполесье – наш родный Куставали. Надеемся на это. Покуда я не считаю себя сбитым летчиком, это все еще накапливается. И интерес у людей есть. Вот я, внимание, звонит, эти приехали, эти приехали. Вот сейчас байкеры приехали, группа Брестских. Люди ездят и ищут эти места интересные, эту культуру, которая нам еще неизвестна. Надо ездить по глубинке, искать ее. А она здесь на Полесье очень чудо. Архаик эта древняя сохранилась тут. У нас, потому что здесь болото было, она как бы законцентрировала все это. Законсервировала. И поэтому у нас чудо места. Вернисаж дополнился поистине колоритной музыкой, от которой стал еще прекраснее. Для зрителя выступал ансамбль, членом которого также является сын Анатолий Иванович – Александр. Я с отцом, ну, мы с самого детства в деревне собираем. Ну, у нас там как бы свой музей. И мы с отцом с детства это собираем, и вся семья ему помогает. Ну да, в принципе, это и на меня повлияло. Мне, конечно, больше всего нравятся эти пейзажи, ну, вокруг, ну, как бы родина отца, вокруг его деревни. Когда смотришь на них, кажется, почему вот другие люди видят просто в них, например, поле, там, мост. А я в этих картинах вижу как бы свою родину. Я родился в Бресте, но мне кажется, что как бы через эти картины моя вторая родина – это вот деревня Соболи. Это родина моего отца. Мы все, как это, отпуск, уехать куда-нибудь подальше, может, в Европу, посмотреть другие страны. А, возможно, нам следует обратить внимание на то, что есть у нас. Пускай у нас не так красиво, не так богато, может быть. Но у нас прекрасная природа. И отец через свои картины это очень хорошо показывает. Алена Меневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.